Не все то золото, что блестит. Ну, золотого, идеального, качественного бензина в Магнитогорске, да и в России-то не найти. Давайте хоть серебряный, правильный поищем. И вы знаете, нашли. Ну что, опять на микрофоне, да, петличку мы в очередной раз раздавили. В поисках правды, естественно, как еще иначе. В поисках правды мы приехали сюда, в нашу любимую сеть заправокных станций. Одно из подразделений, которых расположено здесь, на пересечении улиц 50 лет Магнитки и Тевосяна. Место, где вы заправляетесь, кстати, за недорого и очень хорошим бензином. Ну, возможно, не таким хорошим, как в Турции или Греции, там, или в Индии. Ну, куда деваться. Но у нас в городе Магнитогорске есть еще бензин дешевле. И почему? А потому что есть у нас металлургический комбинат. И на металлургическом комбинате есть коксохимическое производство. И один из выходов коксохимического производства, это не только кокс, но и газолин. То есть, достаточно легко сгораемая субстанция. Если туда добавить процентов 20 бензина, она проканает за 92-й. Ну, что вы скажете мне? История опять повторяется? Да, повторяется. И, конечно, тут надо понимать вот что. Это ваше право лить в свой автомобиль, что вы хотите. Дело в том, что Германия во Второй мировой войне ведь не имела никаких нефтяных запасов. А танки даже немецкие, как и самолеты, как и мотоциклы, ездили на бензине, причем на хорошем. Ну, это был газолин. То есть, продукция, переработки каменного угля. То же самое, как и химическое производство, только немножко чуть-чуть другое. Вот. Но я вам так скажу, что, да, немцы ездили на Второй мировой войне на таком, ну, суррогатном бензине. Но время жизни танка в боевых условиях это всего 5 минут. Время жизни самолета, ну, примерно полтора-два часа. Ну, если вы, конечно, хотите, чтобы ваш автомобиль так работал и так жил, это ваше право. Если нет, вы можете выбрать настоящий бензин. Эти наши сюжеты не в бровь, а в глаз и прямо между ног. Бензин в магнитке не делается. Хотя разумней было бы везти ЖД и вышло бы дешевле. Зато честнее. Все эти нюансы и тот обман, что творится везде, мы вам прямым текстом, так сказать, доносим. Почему сеть береговую пиарим? Ну, по крайней мере, заправляясь с 1997-го, особых нареканий личного меня не было. Если всего того, что мы перечислили, больше не будет в городе, остается только молиться на того, кто построит нефтеперерабатывающий завод, наконец. Ну, и завод автомобильной резины. Голь на выдумку хитра. И не только русская. И, кстати, мы не самая пьющая нация. Мы где-то в пятом десятке плетемся по количеству употребления алкоголя. Так, правды ради. И, естественно, самогон придумали не только русские. Но также спокойно муншайн гонят и в Америке. К слову про самогон. Про первач. Что такое первач, для тех, кто не знает. Это продукт первичной перегонки браги. Первач по отношению к нефти. Это высококачественный бензин и солярка, естественно. Но затем уже остатки. Можно попробовать вторично перегнать. Можно и в третий раз перегнать. Высасывать, скажем так. Не важно, что там уже севушных масел выше крыши. Не важно. Вы же продали. Вот и поэтому по трассе продаются продукты перегонки нефти. Типа солярка. По 15 рублей. Вам это надо? Чтобы ваша машина трудяга встала? По-моему, нет. И вот здесь, на береговой. Солярка-то замечательная. Я, кстати, здесь ее и заправлял. Теперь, чего вы здесь не увидите. Здесь вы не увидите колонок с 76-м и 80-м бензином. Потому что там, где есть эти колонки, велика вероятность того, что тот же самый 76-й и 80-й заправляют в цистерны. Ну, типа, из которых льется 92-й. Просто на, допустим, тонну 76-го или 80-го добавляется ведро ацетона. И вот уже искомое октановое число. Да. Больше сюжетов полезных и некоммерческих. Дело в том, что в Магнитогорске порядочных предпринимателей-то и не осталось. Лгут они порядочным образом, отмазываясь, типа кризис. Лгут, чтобы не платить. Но реклама-то двигатель торговли. А панический, ажиотарный спрос, когда люди хапают все подряд-то, чтобы сберечь деньги, кончатся. И вот тогда пригодятся наши полезные советы. И огромный респект и уважуха Сереги Писаренко. Коренному магнитогорцу, который не побоялся, уехал. Сейчас на РЕН-ТВ снимается в замечательном сериале «Дураки. Дороги. Деньги». Я, конечно, перед ним шляпу снимаю. Мне далеко. До Лавров лучшей команды КВН. Но кое-что тоже придумаю. Точнее, не придумаю, а расскажу чистую правду. Я являюсь чемпионом, наверное, нашей всей страны по езде на желтую лампочку. И меня вот эта заправка очень сильно выручала. Да, конечно, сейчас то самое время, когда из-за кредитов мы готовы не только снимать и не только порно. Вот. Ну, давайте все-таки правды ради скажем. Еще. Как вас могут обмануть на заправочной станции? Вот эта заправочная станция имеет только механические регулировки. А где присутствуют электронные счетчики, там можно погодные коэффициенты включать. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть похолодало, бензинчик сжался, а вы это можете не учитывать. Вот. В итоге что? В итоге вас немножко, так скажем, чуть-чуть обманывают. Здесь наши любимые СССР-овские заправочные станции. Да, пока здесь нету вот этого всего навороченного, но зачем, если главное заливать качественный бензин? И ровно столько, за сколько вы заплатили.